МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здесь очень интересный холл, потому что мы делали такую эклектику. Видите, у нас люстры, чуть-чуть с азиатскими мотивами, но тоже, что касается вот этого кабы. А вот это, например, 18 века Франции. То есть все такое совсем разное. Это вовсе не музей и не выставка предметов роскоши. Свои личные владения с гордостью демонстрируют Гога Ашкенази. Дом в престижном районе Лондона, Холланд-парке, стоимостью почти 28 миллионов фунтов стерлингов. Ее последнее приобретение. Еще 10 миллионов было вложено в его отделку. В этом дворце дизайнерские интерьеры и антикварная мебель. За окнами сад, а поблизости самый центр светской жизни. Ночные клубы, вечеринки, лучшие рестораны. Беркалеева Гоха Арьеркиновна родилась в Жамбылской области в Казахстане. В 13 лет родители отправили девочку в Англию учиться. На родине об успехах землячки сейчас незаслуженно умалчивают. А вот на Западе активно обсуждают ее бурную личную жизнь. Самая известная история – это ее дружба с принцем Эндрю. Он приглашал ее в Букингемский дворец. Есть знаменитые фотографии, где принц представил ее королеве. Затем она была очень дружна с Фаевой Бриаторией, миллионером и плейбоем. Они вместе проводили много времени на его яхте. Ну и, конечно, ее отношения с Тимуром Кулебаевым, зятем президента Казахстана. У них есть общий ребенок – сын, который родился здесь, в Лондоне. Обсуждаемой и узнаваемой Гога стала благодаря английским изданиям, растиражировавшим эти снимки. Гога и принц Эндрю, Гога и ее величество – королевы Великобритании. А вот богатой девушку сделали, похоже, другие поклонники. Среди них, возможно, и нефтяной принц Казахстана. Посмотрите, какая красота. Это просто вообще потрясающая. Это вот золото-бриллианты. Вот это, например, 18 тысяч фунтов. Дорогая штука. В сдержанном Лондоне чрезмерная роскошь сразу бросается в глаза. Казахские миллионеры оказались в центре внимания. Тут же заговорили. Зять президента Казахстана, муж его средней дочери Динары, специально прилетал, чтобы зарегистрировать вместе с лондонской подругой их новорожденного сына Адама. До сих пор активно обсуждают образ жизни Гоги, спорят, откуда у нее миллионы. Она по-прежнему в нефтегазовом секторе. Приближена к компании Казмонайгаз, крупнейшей в Казахстане нефтегазовой компанией, продающей сырье по всему миру. Она директор одной из дочерних компаний. Я думаю, что это заученный текст, который Гоги дали. Действительно, там у нее может быть несколько постов, которые для нее построил Тимур Кулебаев, для того, чтобы она могла иметь постоянный доход в качестве акционера той или иной, или десятой какой-то компании. Вымываемых Каспийским морем соленых землях Атырау скрыто 58% запасов казахстанской нефти. Этот регион приносит более 20% от всех поступлений в бюджет государства, хотя здесь проживает всего 3% населения. В ближайшие 10 лет, по словам Акима Аслана Мусина, здесь будет добывать 70 миллионов тонн нефти ежегодно, благодаря двум проектам – Тенгизу и Кашагану. Акима заявляет, что средняя заработная плата в нефтяном секторе достигнет 1000 долларов и будет выше, чем в Алматы. В нефтяных районах Западного Казахстана, Атырау и Мангистау, добыча нефти с каждым годом действительно растет. Уровень жизни населения при этом продолжает стремительно падать. Зарплата супруга Жанелханку Дайбергеновой – 25 тысяч тенге. Это примерно 170 долларов. Он у нее, конечно, не дипломированный специалист, а простой работяга, но даже со скромными запросами этой семьи свозить концы с концами больше не получается. Нет у нас вообще средств на жизнь, деньги одного только мужа. На что этого хватит? Вот за 10 тысяч тенге оплачиваем этот дом. Денег нет. Саманный дом в поселке Курык уже много лет без ремонта. Все удобства на улице, водопровод так и не проложили. Вся заработная плата у жителей нефтяного Клондайка уходит на еду. Привозные продукты здесь стоят дорого, а на соленом побережье Каспийского моря ничего не растет. Что, берешь мясные консервы? 700 тенге хватит? Тебя 300 тенге плюс 230 тенге. Все? И спички дать? Ну дай. Мясо Кудайбергеновы не покупают уже больше месяца. Банка тушенки и картофель – ужин для всей семьи, точнее для тех, кто остался дома. Единственный кормилец участвует в забастовке вместе с остальными мужчинами поселка. Отговаривать мужа от отчаянного шага Жанилхан не стала. Не отговаривала я. Надо идти. Хоть какой-то будет результат. На 25 тысяч тенге не проживешь. Денег нет в доме. Он единственный добытчик в доме. Мы, как все. Практически одновременно забастовки начались на Ерсай-Каспиен-Контрактор, Каржан-Бас-Мунае, Азинь-Мунае-Газе и охватили весь Западный Казахстан. Это не просто люди, которые вчера пришли, кто-то там, и начали крутить гайки. Это люди, которые еще с начала 50-х годов, их отцы, их деды, занимались добычей нефти. На этих месторождениях Житебай, Узень. И это вот их дети и внуки уже. И поэтому с ними обращаться как к какими-то там гастарбайтерами вообще нельзя. В Актау работники потребовали, чтобы к ним на переговоры приехал совладелец предприятий Тимур Кулебаев, зять президента республики и председатель правления фонда национального благосостояния Самрук Казена. Это требование, как и все остальные, выполнено не было. На дне рождения Гоги в особняке Теллингхэм-Холл Тимура Кулебаева тоже очень ждали. Но в объектив ни одной из видео или фотокамер он так и не попал. В списке приглашенных индийский стальной магнат Лакшми Миттл, английский принц Эндрю, лорд Черчилль, финансист Роберт Хэнсон. Всего 270 персон. Весь цвет высшего общества. Но как тут не раскошелиться? Закрытая вечеринка стала событием года. Она потратила, по моей информации, около миллиона фунтов на организацию всего праздника. Многим показалось, что это было слишком. Такие расходы. Но Гога очень богата. Необычайно экстравагантна. Она яркая личность. У нее только лучшее шампанское, лучшая еда, красиво одетые люди и музыка. Приехал принц Эндрю, звезды кино и телевидения. Это было грандиозное событие. Я думаю, ей было ясно, что она переплатила. Но она из тех людей, которые довольно легко относятся к деньгам и не переживают, потратив лишнюю тысячу другую. Я самая богатая. Гога в порыве благодарности за это шикарное торжество, видимо, не отделяла себя от близкого друга Тимура Кулебаева и размечталась о совместном будущем. Ведь именно личное состояние Тимура Кулебаева только журнал Forbes в 2011 году оценил в 1,3 миллиарда долларов. Вероятно, кое-что досталось и лондонской подруге. К тому же отношения Гоги и Тимура нельзя назвать лишь романтическими. Одна из их удачных совместных сделок наделала много шума. The Sunday Times 14 февраля 2010 года опубликовала результаты своего собственного расследования. Подробности секретной сделки, заключенной в 2007 году. Зять президента Казахстана приобрел в личную собственность у принца Эндрю, друга Гоги Ашкенази, особняк за 15 миллионов фунтов. Объект недвижимости находился в продаже уже 5 лет. И других кандидатов на его покупку не было. А Тимур Кулебаев зачем-то еще и серьезно переплатил. Эта история связана с ее именем. С одной стороны принц Эндрю, с другой она была очень близка с Тимуром Кулебаевым, который купил недвижимость у принца Эндрю. Он заплатил на 4 миллиона фунтов выше запрашиваемой стоимости. В этой ситуации она проявила себя как умная и блистательная девушка, которая хорошо справляется с такими противоречиями. У западной прессы тогда массу вопросов вызвала неслыханная щедрость Тимура Кулебаева. Спрашивали, что это, попытка купить дружбу принца или способ найти применение деньгам, заработанным на ресурсах Казахстана. The Sunday Times распутывает сеть офшорных компаний, через которые совершалась сделка, и доказывает покупатель Тимур Кулебаев. Сам он о своем новом особняке не распространяется. А вот все та же Гога Ашкенази в интервью Daily Mail сдала и продавца, и покупателя. Я не могу понять, почему возникла такая суета. В том ничего коррумпированного не было. Я думаю, что люди, которые вели переговоры от имени Тимура, не знали, что платят больше необходимой суммы. Я подозреваю, что они были проинструктированы не торговаться с королевской семьей. Оказалось, королевское поместье Санинхилл-Парк не единственная покупка президентского зятя. К журналистам попали документы, из которых следовало. На это поместье и еще четыре дома в престижном районе Мейфер. Тимур Кулебаев потратил в общей сложности почти 60 миллионов фунтов. Во сколько обходится содержание лондонского дома Гоги Ашкенази, никто пока точно не подсчитал. Известно, что в особняке в Холланд-парке с собственным бассейном и тренажерным залом два дворецких, первоклассный повар и его ассистент, два водителя для Бентли, два персональных помощника Гоги, два телохранителя, мой батлер, и три няни для маленького Адама, сына Тимура Кулебаева. Балат Барановой оставит своего семимесячного ребенка не с кем. Вместе они уже который день под палящим солнцем на центральной площади Актау. Женщины присоединились к забастовке работников Коржан-Басмуная, чтобы защитить своих мужей. После того, как стало ясно, от властей не стоит ждать пощады. Мы пришли сюда после последнего митинга наших мужей у Акимата. После того, как мы узнали, что их арестовывают, что они режут себе животы, мы решили не оставлять их от них. Разгон пешего марша протестующих нефтяников в Актау 5 июня стал самым кровавым и драматичным событием первых недель забастовки. Сотни нефтяников организовали мирное шествие от автостанции в 28-м микрорайоне Актау в площади Интемак. Полиция разогнала мирную акцию, применив особую жестокость. 37 нефтяников были арестованы. Двое доставлены в больницу за попытку совершить членовредительство. Мы здесь все вышли за своих мужей. Нам нужны они. Без Коржан-Баса никто не умрет. Но скажите, в какой стране мы живем? Где партия? Где демократия? В другой части Мангистауской области матери и жены сотрудников Хирсай Каспиан-Контрактор, предприятие обслуживающего Кашаган, тоже пошли на отчаянный шаг. Женщины перекрыли дорогу на предприятие и не пускают туда автомашины за стройматериалами с 23 мая. Как только поняли, ни в местном Акимате, ни в государственном парламенте никто не готов встать на защиту граждан Казахстана. В Мангистау за это время вырос целый город, палаточный лагерь, где бастующие нефтяники держат оборону. 34 человека сотрудники Хирсай Каспиан-Контрактор объявили голодовку. Большинство из них были госпитализированы с диагнозом обезвоживания. 90 человек уволены. В маленькой, по населению, Мангистауской области, в Актау, в забастовке принял участие 18 тысяч человек. Учитывая семьи, это означает, что вышел практически весь город. Что это очень близко к тому, что обычно называют мирным восстанием, вот такой бархатной революцией. Это начальщики людей просто довели, что людей достали до такого состояния, когда им уже без разницы, что их будут бить дубинками, что их будут сажать, что в отношении к их будут возбуждать уголовные дела. Потому что дальше они жить так уже не могут. Жены работников Коржан-Васмуная действуют нестихийно. У них запланированы акции молчания. Цветом их протеста стал белый, а символом небесно-голубая лента. Все это явный признак. Профсоюзная стачка переросла в народный протест. Белый – это чистоты, это белый – справедливость. Потом мы решили вот такие. Это белый тоже, вот эти как синие у людей, чтобы подняли дух. Пока они не услышат, мы будем везде носить вот эту ленту. В кафе во время частной беседы представитель американской компании, рассказывая об отношениях инвесторов с властями Казахстана, был не слишком оптимистичен. Получить здесь разрешение на работу – большая проблема. Глава местного подразделения строительной компании KBA, Роуч, рассказал, что пару лет назад местные власти предложили ему убраться из города, а затем начали вмогать взятку в размере 20 тысяч долларов. Вильям Борси, project manager Parker Trilling, в ответ только рассмеялся. Трудно одновременно иметь дело с таким количеством людей, которые хотят здесь получить от нас взятки. Правила игры в нефтяных районах в западном Казахстане устанавливают власти республики. Брать взятки с иностранных компаний, похоже, давно уже стало традицией. Более двух лет госпожа Ашкенази была исполнительным директором Мунайгаз Инжиниринг Групп, той самой, которая оказалась вовлеченной в скандал с требованием взятки, и чье дело рассматривается судом Германии. Мунайгаз Инжиниринг Групп обвинили в вымогательстве взятки в размере 9 миллионов евро. Германский суд заслушал показания. В процессе переговоров у руководства немецкой компании откровенно требовали взнос за доступ на рынок за возможность получить контракт на поставку в Казахстан газовых компрессоров стоимостью 80 миллионов евро. Такой черный пиар среди западных инвесторов явно не на пользу Казахстана. Но и в подобных сделках Гога Ашкенази, похоже, только посредник. Англоязычный же сайт самой Гухар Ашкенази больше напоминает презентацию ресурсов Казахстана. Здесь, как в интернет-магазине, Гога предлагает огромные территории Казахстана для производства зерна, в том числе и для китайского рынка. А в следующем разделе – сырьевые ресурсы – нефть, газ, минералы. Нужно остановить Тимура, для этого нужно остановить его тесте. Для этого нужно, чтобы власть в Казахстане поменялась. И отношение к власти тогда тоже поменяется. И эти деньги больше не будут никуда уходить. То есть здесь все взаимосвязано. То есть нужно, чтобы народ наконец-то понял, что вот все, что там есть у Гоги, и что это все было украдено у самого народа. Маленького Адама, сына Гоги и Тимура, благодаря одному из российских центральных телеканалов, Ашкенази недавно, можно сказать, вывело в свет. Пребывание в обществе коронованных английских особ, видимо, навело на мысль. Следующей ступенью для 30-летней Гоги может стать роль регенша при новом нефтяном принце Адаме. Хотя в Казахстане о ребенке до сих пор мало кто знает. Когда люди узнают, что она настолько близка с тесильным зятем президента, бизнесменам и политикам Казахстана, они не задают слишком много вопросов. С детства у сына Тимура Кулебаева все самое лучшее. К примеру, модному горнолыжному спорту Адама обучают в специальном детском саду на самом дорогом горнолыжном курорте Швейцарии. А в Мангистау же Нилхан Кудайбергенова не может оплатить своему сыну обучение в университете или хотя бы училище. Парень хорошо закончил школу, но денег у семьи нет даже на билет до Алматы или Астаны, где можно было бы получить профессию. Что нам нужно? Много, что ли? Если бы нам выплатили деньги, мы бы сына выучили, женили, дом бы построили, внуков бы нянчили. Что нам надо? Жить вот так, как все. Может быть, я хочу Пикассо голубого периода, был период. Или статуя Джека Мэти. Было бы неплохо. Нет, это своего рода амбиция. Но, опять же, какие наши годы. Друзья и близкие Гоги уверяют, она всегда добивается поставленной цели. К тому же разве жалко заплатить несколько миллионов за такие шедевры? В Западном Казахстане запасы нефти еще не иссякли. А аппетиты у тех, кто привык жить красиво, продолжают расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok